подарочки смотрите мне даня подарил увлажнитель это офигенно он короче подключается к компьютеру вообще можно кредитки и вот так вот увлажняет но он больше декоративно больше декоративно еще можно масла добавлять да среди на пульку она такая не понимает что происходит мы решили подарочки не утром подарить чтобы не день был с хорошим настроением так я тут уже навела беспорядок короче дай мне подарил дуршлаг потому что у нас дома нету дуршлаг а вот такая замечательная картиночка дани у меня художники каждый раз вот рисует мне такие подарочки так потому что мы здание познакомились с помощью этой конфетки я ему предложила конфетку и он меня запомнил так это работает так арома масла для фанны его можно я не знаю его можно добавлять может или лучше ароматизатор добавлять там написано что короче его можно капнуть в увлажнитель и будет пахнуть можжевельником прикольно это палочка для увлажнителя и что такое я вам не хочу рассказывать вот так вот да нет спасибо большое пожалуйста все настроение на весь день сделано у нас уже утро у меня есть видео прошлое на канале где я вчера задувала свечи свое день рождение в 0000 вот там я показывала тортик который мы сделали сейчас это наш завтрак я задула вчера свечки я родилась 0050 но в 0000 мы задували свечи на 0050 я просто еще раз загадала желание вот а сейчас я тоже поставила так свечку и еще раз загадала желание в день уже денег его можно вообще снежана например на ютубе говорит что можно загадывать вот так по каждый день желание потому что и ставить свечку и загадывать каждый день желание это прикольно рецепт тортик еще раз скажу это просто что-то нереально вкусное бомбическое в общем здесь кладется слой юбилейного печенья потом здесь шоколадом у меня но можно лучше например без шоколада слой юбилейного печенья да лучше без шоколада чтобы она промочилась лучше потом слой йогурта любого питьевого или ну короче любой слой йогурта после этого слой бананов и снова слой печенья слой йогурта слой бананов и в конце посыпаешь шоколадной крошкой и это просто в холодильнике три часа намокает и что получается пока я крашусь решила немножко поговорить про день рождения что хочу сказать для меня вот день рождения особенно в детстве это всегда было что-то прям ну нереально такое чувство что все дни как дни а это это именно твой день и ничего в этот день не может пойти плохо но как это воспринималось в детстве даже если что-то как бы шло плохо то тебя это не сильно задевала но тем не менее ты чувствуешь что это твой день вот когда становился старше вот в 13 лет я помню я первый раз поняла что день рождения может быть испорчен 13 лет я была в шестом классе и тогда меня ну в общем я поссорилась со всеми одноклассниками и короче меня очень сильно испортили день потом я поехала на курсы английского там у меня самался велосипед слетела цепь шоу дождь и я вся промокшая насквозь со сломанной цепью тащила велик на руках блин целый полтора километра до дома и тогда пришла все заплаканное поссорились с одноклассником короче это было ужасно и тогда я поняла что день рождения то не всегда приятный праздник может быть и вообще грустным в общем он может быть и мне впервые что-то испортило его и после этого все последующие дни рождения я боялась что что-то может быть испорчено потому что у меня умер как бы тот ребенок который не боялся всего этого который просто радовался и мне появились вот эти вот штуки что страшно что что-то пойдет не так они сохранились до сих пор то есть я до сих пор боюсь что то пойдет не так в этом году я поняла что вот я уже не так и боюсь то есть во мне умер умирает потихоньку тот эгоист который есть в каждом ребенке то есть вот этот эгоист который значит этот день для тебя и сейчас потихоньку умирает это уже не просто мой день это обычный день я потому что с каждым годом это наверное будет все хуже мне очень страшно что так будет потому что вот это вот эгоистичность детская эгоистичность когда когда есть день рождения, она всё-таки придаёт какого-то небольшого счастья для вот этого всего, какого-то элемента интереса, вот. Поэтому мне до сих пор грустно, я не хочу, чтобы у меня умирал этот ребёнок, я понимаю, что во многих он вообще давно умер, и день рождения — это просто день для многих, а для меня это всё-таки что-то более важное. Особенно сейчас расскажу историю, пока, думаю, накрасить на стрелке сегодня или не накрашу. Сейчас расскажу историю, в общем, так, о какой я хотела рассказать историю? А, вспомнила. Мой самый лучший день рождения был два раза, так, ладно, это неудобно, неудобно красить стрелку. Она расскажет, так. Мой день рождения самый лучший был два раза, ну, в цирилла, да, когда я родилась первой, ха-ха-ха, потому что миру, 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 блин, моя мама подарила миру такое солнышко, как я, вот. Короче, рассказываю, вот самый мой хороший день рождения был, не знаю, сколько лет лет, в пятом классе, сколько лет в пятом классе мне было? Ну, короче, в одиннадцать лет где-то, потому что у нас дома на кухне собрались все мои одноклассники, ну, не все, человек семь, и некоторые из них — это до сих пор мои прям близкие, очень друзья, некоторые, к сожалению, уже ушли из моей жизни, не из жизни, просто уже не ушли из моей жизни, и тогда я помню, как мы сделали общую фотографию, и до сих пор там три года, ну, у меня, короче, есть четыре фотографии, я нативно, где мы с этими ребятами за столом, некоторые, правда, поменялись, но все равно прикольно, что, ну, я, короче, хочу в следующем году, когда я буду в Череповце собрать всех и снова сделать такую фотографию, потому что это прям очень прикольно. Ну, короче, мы сидели за этим столом, знаете, он еще накрыт так праздничный, все дарят подарки, ты такой счастливый, и просто, и все, друзья дома, в гостях, это просто, ну, что может быть лучше? Я смотрю в окно, и там идет снег. Это, блин, то есть 15 октября до середины осени, и где-то именно вот две недели плюс-минус, и начинается первый снег. Я помню, когда в мой день рождения пошел снег, причем вот такими крупными хлопьями, и я смотрю, и у меня просто сердце останавливается, я просто смотрю, как эти хлопья падают на землю, и все так красиво. Я понимаю, что это энергия, как бы, ко мне, это для меня он пошел. Я такая счастливая, и потом он еще около-то два подряд тоже примерно шел в мой день рождения, для меня это всегда очень важно, и вот что-то изменилось с климатом, дебильная экология. А теперь он идет позже гораздо. Я не знаю, это как Лилии всегда раньше, например, сентября они доживали, сейчас они не доживают. Так же и со снегом, и это очень грустно, потому что я хочу снег. И, короче, и Даня для того, что он не может мне достать снег с неба, но он смог купить мне кефир-снежок. Я же, против, очень люблю снежок, потом покажу он в холодильнике. Ну, ладно, в общем, продолжаю краситься, такие мои истории жизни. Как бы грустно это все воспринимать, потому что все-таки мое лучшее день рождения было в 17 лет, когда мы собрались с моими друзьями у меня дома. Ну, это второе мое день рождения, лучший. И всю ночь сидели у меня дома. Это было так круто. Как я хочу это повторить. Очень хочу. Кстати, вот снежок, который мне Даня подарил. Блин, это так мило. Это пипец, как мило вообще. Много и не надо, Настя. Спасибо большое. Она очень хотела смеяться. Я просто обожаю вот эти штуки, которые что-то значат. Блин, я Даню вчера покрасила, и в итоге плохо покрасила. Нет, отлично. Ну, это гелевый пигмент, и он странно ложится. Но вот эти штуки не докрасили. Видишь, совпадение цветов просто идеальное. И вот так вот. Ладно, а ты поставил зубную щетку на зарядку? Естественно. Мы с Даней приехали в Rodeo Drive для того, чтобы пойти и купить мне Airpods. Если честно, я не знаю, зачем они мне нужны, и нужны ли они мне вообще. Но я слушаю музыку просто 24 на 7. Я встаю, слушаю музыку. Я иду в ВУЗ, слушаю музыку. Я еду в ВУЗ, слушаю музыку. Во время пара слушаю музыку. Всегда слушаю музыку. И говорят, в Airpods их звук лучше. Я послушала. На самом деле, мне это так тоже показалось. Плюс пора бы уже уйти от своего консерватизма. Но я все равно люблю проводные наушники. Ничего не могу с этим сделать. Все пролезалось из-за шапки. Доехали вроде без происшествий. Но у нас все равно дождь. Да. Хотела. Да не надо, не надо. Хотела показать, что... Короче, дворники так вот чик-чик, дождик. Вот так вот. А прогнозе не было? Ну, мы всегда смотрим прогноз на Мурина. На Питер, видимо, по другим законам. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Снимаем, чтобы не забыть остановилась машина. Просто остановилась сама. Да. Такую выбрала. Я рад, что Sunlight не закрывается. Скажи. Вот так вот получила штучку. Вся, открой. Так вот Sunlight не закрылся и все еще дарит нам счастье. Вау, клевер четырехлевесный. Прикольно, да? Крутая. Вообще крутая. Сейчас мы еще зайдем в Sephora. Я куплю глиняную маску. Купила вот такую глиняную маску в Sephora. Очень крутая. Тут написано на четыре применения. На самом деле, мне ее на десять, наверное. Может, даже на пятнадцать хватило. Я не знаю, как. Не знаю, каким слоем надо мазать, чтобы не хватило. Стоит она, конечно, четыреста рублей. Но, тем не менее, это, блин, настолько применений не хватает. Так что вообще крутая штука. Мы пришли в Tristore. Там очень мало людей. Поэтому сейчас мы зайдем и будем там одни. Я купила за десять девятьсот девяносто. Они с проводной зарядкой, с беспроводной стоят на четыре тысячи дороже. Поздравляю. Я очень счастлива, я не знаю. Пойдем делать амбокс. Я иду, вступаю в новый этап жизни этого мира беспроводного. Потому что я не знаю, как люди живут без проводов. Это Даня. Мы сейчас будем брать домашний обед. Мы сюда его берем. Раньше в нем был блинчик с курицей и картошкой. А сейчас, к сожалению, блинчик с курицей и картошкой нет. А есть только блинчик с картошкой и грибами. Как же я люблю кушать! Я не знаю, я просто не могу так люблю еду. Особенно вкусно, особенно из теремка. Черемок я просто обожаю. Это мой любимый фастфуд. Давай здесь? Ну, а потом тогда. Это в июне, да? Итак, открываем AirPods. Говори громче, тут шумно. Открываем AirPods. Я не знаю, как их открыть. Не, они все должны очень легко открываться. Это же Apple. Вообще-то там должна быть ниточка какая-нибудь, 100%. Ну, ниточки нет, поэтому я ногтем сейчас все открою. Да там есть ниточка 100%. Пишите в комментариях, где там была ниточка. Где бы она ни была... Да-да-да, они немножко ничего откроют. А, ну выключи видео. 3000 минут позже. Все еще не открою. Ничего не получается. Я решила достать... Кажется, пойдем сдавать обратно. Я решила сережкой достать. Эта маленькая сценка показывает, как из обезьяны превратился человек. Вот она просто начала использовать сережку, и все, это уже человек. А не просто обезьяны. Поцените эти сережки. Мне их Даня подарил давным-давно. Очень красивые. Домантики такие. Ну что? Ну, на этом опять все кончил. Не жалей. Что тут написано, кстати? Срок службы 3 года. Ну... В смысле? Не понял. В смысле 3 года? Эли все вполне открываются восхитительно. Ну ладно, кстати. Не, хотя может восхитительно. Па-дам. А-а-а! Вау, это что такое? Это инструкция. Там есть наклейка? Это что наклейка? Она только в айфонах, наверное, да? Не знаю. Зачем, кстати, в айфонах есть наклейка? Чтобы наклеить на телевизор. 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 Вау, этот момент. Надо смотреть было вилсаково. Как это открывать? Оно все должно быть легко. Ой, какое-то. Это селиконовая стучка? Чего потрогать? Вау. Что-нибудь горит, а не заряжено? Беленькая какая-то кнопочка мигает. Так что, попробуй связать с телефоном. Доставай телефон. О, блин. Подожди, а тут чем? Телефон у меня в руках. Наверное. Зарядка к ним есть. Был лайтнинг! Ура! Лайтнинг есть! Еее! Наш лайтнинг там на соплях уже держится. А я не знал, что там лайтнинг будет. Может, будем покупать AirPods ради лайтнинга? А то, как бы, тратить 2000 на лайтнинг жалко. На AirPods 10 нормально. Ну ладно. Я бы купил AirPods ради лайка. Ладно, спасибо большое за просмотр. А вообще-то сейчас будем подключать прям при вас. Не, не при вас. Телефон-то вот. Пока. Сейчас я записываю видео на AirPods. Интересно, какое будет отличие по звуку. Мы просто в шоке со звука. Реально в шоке. Он такой качественный. Он прям качественный. Это вообще... Еще лайтнинг был в комплекте. Мы просто в шоке. Я не знаю, сверх технологии, потому что... Мой мир не станет прежним после этого. Мне кажется, чисто из-за звука, потому что, ну, блин, это... Просто капец. Вот в торговом центре Экополис. Мы пришли в гончарную студию. Ух ты, как там красиво. Прикольно. Здравствуйте. Кто там обязательно на меня? В общем, мы намосили ручки и сейчас будем лепить. На гончарном округе точнее. Хотела вас... Мочить? Да, детский. Мочим пальчик. В самый центр медленно начинаем продавливать перси. Но не до самого конца. Оставляем полсенчметрную толщину до ручков. Дальше выделенность будет получиться неприятно. Было не уверенно. Самое главное, чтобы пальчик по кругу геймпо убрался. Ого, где... Дальше выделяйте. Да, поездка. Да, поездка. Его не заседет, да? Да, не заседет. Да, поездка. Да. Да, мы видим. Достаточно. Давайте у вас еще посмотрим. Достаточно. Теперь мы ставим фантерфейшный тарг. Нашим масло. Несколько шляпок ненормально. Ой, как здорово! У тебя так же шляпок хорошо? Обалдеть! Я не переборщила? Нет. Вы точно не любили с самого места. Нужно вот здесь вот тоже немножечко как-то стелить. Ничего себе! Круто! Круто! Сейчас у нас перебороса на дровочке. Нужно чуть-чуть замедлить по расходу. И будем поднимать стелочку. Чуть-чуть поднимать. У нас устраивается там, что там, как вы уже сглала. Стелочку начинаем прямо так. Чуточку настроить. Заметно? Да. Заметно? Заметно? Замечательно. Достаточно, да? Теперь. Справой стороной посередине округа. Вот таким образом. Зажимаем нашу стеночку двумя ручками. И медленно снизу наверх начинаем проглаживать стенку. Ерким нажатием снаружи. Нам нужно сейчас ее поднять. Распределить визу, что на длину у нас была везде знакового толщина. В противном случае, где неравном уровне посередине. И из-за этого пострадать пищу. Керамик, патероник, расход, в общем, на маневации. У всех очень важно согревать. Зажимайте чуть-чуть сильнее. И медленно ведем наверх. Всегда только на левице. Если не вести не нужно сюда. Почему? У вас прогрессы? Емкость какая-то не Qualcomm. Только немного. Получается естественное. Чуть-чуть медленнее... Как круто! Варкерные клубы, да, вам не прищипывается. Здесь здесь очень не крутили. Тут важно расслабиться, а переключить вкус, когда пустемлы получатся. Даня срезает изделие. Я вот такое слепила. Ну, как это? Скрутила. Отлично Если бью блюту склонку Алиса Сейчас будем лепить тарелочки Я решила сделать рыбку Я решила сделать абстракцию Так абстракцию Это в смысле любую фигуру Но чтобы она была неровной Абстракцию Ты просто будешь в такой форме неровненькой Можно отрезать сейчас бомб Как же это красиво Я не могу Я сделала вот такую рыбку Даня сейчас из горшочка будет расписан Вот такая фигура Сейчас Раскрашивать Вот такую рыбу я сделала А Даня сделал Мы сейчас подсвечник Докрашиваем и все Все супер Все супер Вот так происходит Вау Какая красота А что я тебе так хорошо прыскать получается Прыскай мне рыбу Как мы их сделали? А Даня выпивали Просто За вкусом А потом вы муки Изваляли Блин, мне кажется, я переборщил Я бы что-то добавила в эту рыбу, конечно Она вроде бы хорошенькая Обалденно Обалденно Вообще так расслабляет Даня вообще это все оказывается очень любит Больше меня Мне хочется что-то красивое сделать А Даня, главное что-то просто сделать приятно Да? Да Ну я тоже хочу красивое Я там заморочился Но понял, что не получается И я переделал даже Ты не стал эти штучки делать? Начал, но я понял, что это не украшает, а хуже делает Пришлось самому зарисовать Все равно красивое, я считаю, очень Вот Когда изделие будет готово? Через три недели Долго А, сейчас покажу, что нам выдали Ой Там кто-то оставил И нам бесплатно дали Ну, изделие чужое Вот такую штуку Блин, посмотрите Это же просто Такая штука в магазине Будет стоить, наверное, на рублей 500 Я против того, чтобы это брать Но Настя зачем-то взяла Так вы посмотрите, как красиво Это реально красиво А куда это? Ну, в кафе родителям можно Ладно, хорошо Можно подарить кому-то Это же подсвечник Просто обалденно Сейчас мы пойдем, наверное, прыгать на батутах Да? И кушать Так как ладно уже? Да Из далеких стилей До этого я за рулем ехала Я не знаю Моя день рождения всегда такой красивый Вот Вот никакой день не такой красивый, как вот этот Ну, это потому, что мы не замечаем, наверное Но сегодня прям солнышко и дождик И не дождик Ну, в общем, красота Это мне нравится Очень И закрыта для зла И для полиции И такая я красивая сегодня Настроение отличное Вот день рождения Это тот день, когда у тебя Априори вот Странное настроение Но оно определенно есть Музыка Это неотъемлемая часть нашей жизни Кто-то вообще не слушает музыку Кто-то равнодушен к ней А кто-то я Ну, как? Ну, это же задевает Кто-то музыкант Ну, это же задевает Самые сокровенные струнки твоей души Вот это вот Да, и слезы наворачиваются Музыка Это просто Что-то невероятное Я не знаю, как это описать Даня решили покушать Крошку-картошку Перед батутами Даня, крошка-картошка с салатиком Вот у меня тоже Крошка-картошка Это лайт маленькая Со сметанкой Сейчас мне еще пельмяшки принесут Мы за ними сходим Да И Даня, мы очень любим картошку Тут интересно весь фудкорт Полностью закрылся KFC Еще что-то было закрылось Осталось только Крошка-картошка И Какой-то индийский ресторан Любопытно, почему так? Видимо, вообще пипец, блин, происходит Вот так вот Все, я уже переоделась Спортивные штаны Жду Даню И мы идем прыгать Час Час стоит 400 рублей 2 часа 500 И, кажется, 3 600 Ну, короче, мы взяли на часик Все, потому что Долго не хотим прыгать Я кросса с него И там оставила кросса Хорошо А у меня сделали 30% скидку Из дня рождения Вот так выглядит батутный центр Я здесь уже третий раз Третий день рождения подряд Это батутная зона Можно вон туда запрыгнуть А вон там я тоже потом покажу Что очень прикольно Блин, я уже и забыла, как здесь круто Здесь очень сильно захватывает дух На каждом прыжке А еще Здесь А еще потом очень сильно боится спина Если падать на спину И там такие красные штуки Запрыгнул А теперь давай вниз Осторожно Давай на попу Всем привет! Меня зовут Настя И сегодня мне 21 Это очень страшно Попробуйте, это очень круто Вот тут все захватывает Особенно после того, как все отзывы Это моя любимая зона Сейчас я буду ходить по этой хрени В прошлый раз я прошлась Спустя кучу попыток От начала до конца Чувствую себя каждый раз в фильме Про башню-блесницы Про каната Хоатса Виде очень красиво Тут надо пофоткаться Улыбочку Ну, я не удивлена Я что-то опять залез на самую какую-то вышку Это, кажется, не очень сложно вообще Олег-канась в фильме Иначе есть Кладкий Еще раз Иначе мы Олег-канась в фильме Олег-канась в фильме Давай, до конца пройди траекторию Траекторию Настя, представь, что под тобой несколько километров высоты? Нет Ты в горах Представь, что несколько километров высоты и прыгает сразу же Когда помнишь, что тебе 20 лет Кто не прошел конвертную дорогу? Блин, я помню лайфхаки Нужно смотреть вдаль, в самый конец этой канадки Идти на полусогнутых с ровным дыханием Я сейчас напрыгалась, у меня дыхание долго не восстанавливается Жалко так-то, надо пройти Чувствия не произошла Давай, ты сможешь, ты сможешь, нашли к тебе веру Само что-то вон, чуть-чуть, чуть-чуть Ров, раз Почти, 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 почти Почти Давай В ее доза уединить с напряжением Она его убрала Тебя же на ее слабились и пошла Кажется, она слишком устанавливалась Она вообще не сдается Мы купили на час Попрыгать сюда пришли И полчаса на стиле ходит Вообще трудолюбивая Ваше мнение на этот счет Отсутствует Не больно? Смой попрыгунчик Мне вообще-то уже 21 Мне уже не 20, чтобы я сальтухи крутила Но в бассейн могу сальто прыгнуть Круто Я расстроилась, что не могу пройти по канатке За эту яму очень тяжело выбраться Как во сне себя чувствуешь Вылазить это самое сложное Те силы на это теряешь Давай, Настя, сальтуху Скажи, что самое сложное в этом всем Держать равновесие Вылезать обратно Вообще в жизни держать равновесие сложно Супер! Я буду мешаться Ребята, быстро научилась Вообще не попала в тот элемент Вот здесь, вот здесь Как же, что мне не отвисывают Блинные яйца Мне сейчас так эти яйца прилагало Это уже третий раз подряд находит Я опять практически не снял У кого получилось три раза? У меня получилось три раза Три раза подряд я смогла пройти Сначала Ну, короче, не знаю Мне кажется, все зависит от уверенности Ты, типа, самая сложная в середине Потому что там натяжение слабше И она сильно трясется Но если ты проходишь уже после середины Уже психологически легче И все И у тебя в конце перестает трястись И еще очень важный момент Как-то прочувствовать С самого начала уверенность Если ты трясешь с самого начала У тебя не получится пройти Не знаю, какие там еще есть секреты Но это, блин, круто Даня, как тебе сегодняшний день? Великолепно! Хороший праздник сегодня А что с меня было, расскажи? Сегодня мы проснулись, улыбнулись Покушали тортик Подарили подарочки Потом поехали в гончарную студию Офигенно провели время Слепили четыре изделия из глины Жесть! Я думаю, мы по одному слепим Потом приехали сюда Параллельно еще много раз Приятно покушали Очень от пуза Хотели еще вечером в ресторан идти Но я все-таки все еще хочу зайти Я не знаю, хочу ли я в ресторан Потому что я очень устала Но я... Мы еще в кино хотели Это слишком много всего будет на сегодня Мне очень понравился день Как в прошлом году В прошлом году мы ходили в планетарии на батуты И в ресторан тако ели В этом году у нас гончарная батута И рестик Либо... Не люблю, кстати, слово рестик Мы редко ходим в рестораны Чтобы называть рестики рестиками Какой красавчик у меня Там и красивый мальчик из всех Честно, честно Очень непривычно доходить по земле после прыжков Вообще, у меня все еще тело хочет прыгать Поехали домой Поехали Купили? Да, я купила чехол на AirPods Потом покажу Блин, устала? Капец Еще Я устала Все облечь и лежать Поехали домой Через ленту Там ленту еще Сумерки досматривать Да, на маслах Сумерек Тебе понравилось прыгать? Да Да Не знаю, мне в прошлом году больше прыгать понравилось Как-то, наверное, потому что мы с Марком были повеселее как-то было Так, мы без энергии что-то приехали Как-то у меня сил, что-то не было Ну ничего, я удовлетворила свою потребность Прошла по канату, подняла самооценку Положу себя на эту музыку Потом тебе в кровати, будто косточки в арбузе Мы настолько коварно разные Своей душой черной полюбил кроваво-красные Это моя любимая песня Она так нравится Может, у меня их целых три Ну это просто Дридцать? Стань, три Ну я живу, ой И песенка снова льет Электричество, провода Тысяча ковлев Все, да, и тут кажешь за свой ответ Пирокинезис Топ Пирокинезис топ Мы из Дании любим пирокинезиса Ну, я чуть больше, наверное Мы приехали в нашу любимую ленту Бугровскую В которой мы каждый раз ездим Бугровскую Ты, это не инвалидное место? Нет, отлично Это будто бы инвалидный место, они отлично Ань, черный, юмор твой Это, чё, мы приехали Я очень хочу спать Да, сил что-то маловато Настя, вымоталась с именем рождения Блин, силу все отбираешь И пора прогуливать Кошмар Короче, мы решили, что не пойдем в ресторан Потому что сил уже нет Хочется Когда не сентябрь мечтала бы за Белли Ну, сходим на неделю А я хочу пульку уже быстрее погладить У нас нет домпродуктов А то мы заехали в ленту У меня уже такое чувство, что мышцы уже после батутов начинают болеть А не ватные Хотя прошло, обещай, чуть-чуть Ну ладно Что, всё? Больше ничего сегодня интересного не будет Всем спасибо большое за просмотр Кто посмотрел мой день Мой день рождения Дня рождения тебе ещё Спасибо Хочу пожелать тебе Быть счастливой И всё Это самое главное Тут я реально Говорят, что ты на день рождения Кому желаешь, что желаешь Того тебе самому не хватает Вот Я хочу пожелать тебе Безграничной любви Потому что мы, знаю, слишком любим друг друга И я переживаю В смысле? Не понял Я хочу, чтобы у нас всегда с тобой была такая любовь, как сейчас Согласен Вот А ещё я хочу пожелать себе В этой жизни Найти свой путь И чтобы мои надежды Оправдались За этот год Надеюсь, я сама себя поняла Спасибо! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok